И давайте кратко мы вспомним с вами о том, что из себя представляло служение Иисуса. Это когда Иисус пришел на эту землю, мы сегодня будем с вами проводить две параллели, поэтому пройдем по одной, а затем мы перейдем и посмотрим на это же, только с другой стороны. Итак, когда Иисус, мы визуализацию приготовили, понимаете, у меня будет сейчас двое картинок, вот так, чак-чак-чак играться, поэтому я буду стараться вот так. Да, я буду помогать. О, отлично. Итак, когда Иисус пришел на эту землю, я вот так держу, нет, нет, вот так, о, а ты от себя, вот так, опа, получается вот, да, я буду. Когда Иисус пришел, смотрите, первое, что с ним произошло, он открыл себя, он, Бог, написано, явил своего сына, явил себя в сыне Иисус, был сделан явным. И он вышел, 30 лет, его никто не видел, о нем практически, ну, вот так, о чем-то сверхъестественном, никто не знал. Но пришло время, 30 лет, Иисус выходит на арену служения, и Бог делает его явным, демонстративно явным. Затем, что мы видим? Второе, Иисус в своем служении, он привлекает к себе людей, он привлекает к себе людей. Люди слушают его, хотят слушать, понимаете, он не гонит никого, он никого не заставляет, но к нему влекутся, к нему тысячи идут, его хотят тысячи слушать. Затем, да, я помогу, ну, не переживай. Ты же убираешь, Иисуса убираешь. Затем мы видим, его не просто толпы приходят слушать, за ним следуют. Ученики, удивительная особенность, когда Иисус говорит, оставьте и пошли за мной. Мужики, взрослые, не тунеядцы, не бомжи, которым заниматься нечем, или вот, ну, куда пойдем, да пойдем с этим мужиком походим. Нет, у людей бизнес, у людей семьи, у людей есть конкретные планы, какие-то проекты, но они отправляются за ними, следуют за Иисусом. После чего мы видим, что Иисус в своем служении, он совершает чудеса. Эти чудеса демонстративны, и они славны. Иисус совершает чудо за чудом, являет власть, являет отца не просто только в проповедях о царстве, он демонстрирует царство, он демонстрирует то, как Бог вообще задумал, чтобы мы жили. Он это делает явным. Затем, что мы видим, в служении Иисуса есть те, которые его любят, и есть те, которые его ненавидят. На протяжении всех его трех с половиной лет, его сопровождает всегда, ну, вот эти две категории людей. Кому-то он нравится, кому-то он не нравится, кому-то он симпатичен, а кто-то просто ненавидит, и написано, и искали убить его, и ищут убить его. Неоднократно, неоднократно. Затем мы видим, что приходит время, когда Иисуса предают, и даже близкие ученики, они отрекаются от него, оставляют его. Он предан в руки грешников, и он сейчас берет на себя грехи всего мира, его распинают, он умирает, и на третий день воскресает. И вот это классическая последовательность, которую мы с вами знаем о Христе. Мы знаем с вами о Христе. Но если мы сейчас с вами обратимся к Евангелию Иоанна, откройте первая глава Евангелия Иоанна, то Иоанн с интересным и на первый взгляд странным путем пошел. Он начинает свое Евангелие не просто с повествования о жизни Иисуса, о его рождении и каких-то деталях событий, которые прежние три евангелиста использовали, Марк, Матфей и Лука. Иоанн начинает со следующих слов. Он говорит, «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть. И без Него ничего не начало быть, что начало быть». Четвертый стих. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн». И затем мы видим, Иоанн выходит. Но красивейший затем мы видим, что в 14 стихе Иоанн говорит, «И Слово стало плотью, и...» Что оно делало? «Обитало с нами полная благодать и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Вот он, 14 стих. Откройте, просто увидите. Это 14 стих. Иоанн связывает. При начале он как будто фундамент забивает и говорит, «Я хочу вам проповедовать Евангелие. И мое Евангелие я хочу начать с того, чтобы вы соединили Слово Бога и Иисуса, Который является воплощением Божьего Слова. И Слово, которое прежде всего сотворило, От которого прежде все получило начало жизни, Без которого ничто не начало быть, Это Слово стало плотью и обитало среди нас». И он говорит, что это было? Это была слава единородного Сына Божьего. То есть он ясно указывает и говорит, «Иисус, вам важно рассматривать Иисуса не просто как некую замечательную личность. Вам важно рассматривать и соединить Иисуса с чем? С проявленным Словом Бога. Проявлением Божьего Слова. Проявлением прежде обещанного Божьего Слова». И когда мы с вами смотрим на Священное Писание, Вот здесь, в Ветхом Завете, Больше половины этой книги, 39 книг Священного Писания Говорят пророчески о пришествии Христа. Вы знаете, сколько в среднем Прозвучало пророческих слов О том, как Иисус придет, Что он сделает, Когда он родился, где он родится и тому подобное. Около 300 пророчеств, Детально указывающих на Определенные исторические события, Которые должны произойти в жизни Иисуса. 300 пророчеств о Христе. И они все идеально исполняются. Идеально исполнились в жизни и служении Иисуса. Теперь, посмотрите, Иисус приходит. Он является воплощенным, Обещанным Божьим Словом. И вот сейчас я хочу, чтобы мы тот же самый Исторический сюжет, Ту же самую историческую линию, Которую только что рассматривали В служении Иисуса. А давайте сейчас вот то же самое Мы рассмотрим, но только Глядя на На Слово Бога. На Слово Божье. А Слово Божье, Которое Даровано нам сегодня, Оно проходит Такой же самый путь, Какой мы увидели в истории Вот в служении Иисуса. Смотрите. Слово Божье, Оно также сделано явным, Как Иисус вышел И был сделан Проявленной славой Отца. Слово Божье Также Производит Влечение к себе. Мы привлекаемся К Слову Божьему. Тысячи, Тысячи, Миллионы На протяжении На протяжении Всей истории Вот уже только Нового Завета Двух тысяч лет Привлекаемы к Писанию. Следующее. Мы видим, Что за Словом Божьим Мы также можем Отправиться И начать следовать. Оно привлекает И за ним хотят следовать. Готовы стать Учениками. Слово Божье имеет силу, Чтобы совершить чудеса. Оно делает чудеса. Мы также видим, Что отношение К Слову Божьему Так же, Как к Иисусу Было тогда. Кто-то его любит, Кого-то оно раздражает, Кто-то его Ненавидит. Ну, Как это? Оппозиция. Оппозиция. Нет, Это все Не то. Также мы видим, Что в отношении Слова Божьего Происходит И предательство, И отречение. Что-то может происходить Так же, Одинаково И в Взаимоотношениях Между Человеком И Божьим Словом. Так же мы видим, Что Слово Божье Может Умирать. Иисус даже говорил, Что если семя Падше в землю Не умрет, Оно останется одно. Семя Божье Оно может умирать. Когда Иисус Так же проповедовал В притче о сеятеле, Он так же говорил, Семя Слова Оно может сеяться, Но оно так же В трех видах почв Может оказаться Безрезультатным, Так и не доведенным До проявления. И мы видим, Что Семя Слова Божьего Оно может оставаться Без достигнутого Проявления. Вот растения и плоды. Но четвертая почва Показывает, Есть сила, Когда Слово Божье Может дойти До своего проявления. Аминь. Итак, мы видим с вами, Что Иисус, Как Слово Божье В полной аналогии. И как раз вот сегодня Я и хотел бы, Чтобы мы с вами Взглянули На Пасху Уже не просто С призмы Было тогда Было с ним С Иисусом И вот как Они С ним поступили Потому что Вот так мы привыкли С вами Ну, на Пасху смотреть. Это было тогда Это было С Иисусом Сыном Божьим Сыном Человеческим Тогда И вот они Те Те вот Евреи Народ Израиля Рим Вот они С ним Так поступили Но Иисус им Доказал Он умер и воскрес И мы сейчас Вспоминаем Об этом И мы Вот так Рассматриваем И себя О Господь Как мы Тебя Того Как ты нам Тот Нравишься Как мы Тебя Того Любим И уважаем Как мы Тебя Того Ждем Мы верим Что ты Вошел на небеса И мы верим Что ты придешь Но понимаете Что вот такая Модель Размышлений Она Абстрагирует Нас Вы понимаете Мы остаемся Как бы Вне участия Мы просто Как созерцатели Того Что Вот Иисус Да Иисус Он там А вот А что между Мною И им И вот здесь Трудно Нам увидеть Что-то Личностное Но Иоанн Как раз Он Не случайно Повел Всех К тому Что Я не просто хочу Чтобы вы снова Историю Перечитали Я хочу Чтобы вы начали С того Что Иисус И слово Это Единое Целое Это Одно Целое И вот Здесь Как раз Нам и важно Что-то Увидеть С этой Точки В которую Нас Иоанн Ставит Посмотрите На всю Историю Евангелия Как на Историю Божьего Обетования На историю Богом Обещанного Посланного Слова В вашу Жизнь И это Совсем Другую Картину Производит Совсем Другие Реакции Производит Внутри Нас Вы понимаете Потому Что Тогда Мы Что-то Можем Уже Личностное Увидеть Потому Что Мы Уже Тогда Не Просто Рассматриваем А Это Иисус Тогда Пришел Туда В Палестину Это Он Тогда Ходил По Той Земле Это Тогда Он Там Проповедовал Это Тогда Он Там Оказывал Влияние Нет Это Сегодня Слово Оно Имеет Силу Что Прийти Знаете Куда Вот Сюда Оно Приходит Лично Ко Мне Оно Приходит Лично К тебе Оно Приходит Каждому Из Нас Точно Так же Как Иисус Пришел Тогда И он Стал Явным Все Уже Ничего Не спрятан Все Открыто Вот Он Я И он Начинает Ходить И он Начинает Совершать Служение А какая Цель Вообще Была У Иисуса Вот В его Служении Просто Походить И Показать Себя В чем Был Смысл Вот Того Что Он Ходил Как Мы Перечисляли Демонстрировал Себя Проявлял Себя Как Вы Думаете В чем Ну Вот Финальное Желание Финальные Цели Были Вот У Бога В этом Посланничестве У Иисуса В его Служении Какова Цель Была Посмотрите Слово Бога Буквально Оно Способно Зайти На территорию Нашей Жизни На территорию Нашего Сердца На территорию Нашего Ума И Вот Здесь У нас Начинаются Реакции Вот Здесь Точно Так же Как Одним Из вопросов Иисуса К его Ученикам Он задает И спрашивает А за кого Почитают Меня Люди За кого Вы Почитаете Меня Для Иисуса Было Важно Вы Меня Как Видите Кто Я Для Вас И Вот Здесь Точно Такой Же Вопрос Точно Такой Же Вопрос Будет Звучать Каждому Из нас То Слово Которое Приходит Обетование Давайте Будем Держаться Больше Вот Этого Фразы Не Просто В общем Вся Библия В общем Вся Библия Обетование Бога Чтобы Это Было Более Осязаемее Для Нас Обетование Бога И Что Это Для Меня И Когда Мы Смотрим На Основную Категорию Людей Которые Вот Тогда В Евангелии Перед Нами Ну Вот Про Максимально Показаны Продемонстрированы Мы Видим С вами Язычников Которые Ну На то Время Это Была Римская Империя Которые Были Окупанты И Дальше Уже Самаряне И Другие Языческие Народы Которые Обитали В то Время Рядом По С С Израилем Есть Язычники Мы Видим Что Есть Народ Израиля Кстати Куда Народ Пропал Народ Вот Есть Народ Завета Есть Народ Есть Язычники Да Есть Народ Есть У нас Последователи Это Чуть Другая Категория Есть Ученики И Есть У нас Фарисеи Книжники Религиозные Лидеры Которые Ну Всеми Феверами Своими Ненавидят Иисуса Как бы Вот такие Четыре Категории Которые Ну Максимально Проявлены Конечно Можно Поискать И других Ну Я бы Выделил Вот эти Четыре Основные Категории И их Реакции Когда Мы Смотрим С вами На На Народ На Народ Особенность Народа Их Следования За Иисусом Ну Больше Выглядит Как Ну Интересно Интересно Послушать В любопытство От него Можно что-то Получить Это же Это шоу Это просто На то время Это Это Архишоу Буквально Чудеса Исцелений Хромые Ходят Слепые Видят Хлеб Ломается Бесплатная Кухня Можно Поесть Это Сверх Естественные События Молва Которая Ходит Это Интересно И Народ Он Реагирует О Это Здорово Это Вот Такой Временный Всплеск Вау Как Это Здорово Реакция Народа Когда Мы Смотрим На Учеников У Них Тоже Есть Своя Реакция На Иисуса Точно Так же Как Давайте Уже Сразу Параллели Проводить Точно Так же И У Нас В Отношении Божьего Обетования Также Может Быть Вот Такая Реакция Вау Это Здорово Класс Оно Может Совершать В нашей Жизни Интересные Вещи Мы Молву Можем Слышать Когда Кто-то Рассказывает Нам Знаешь Что Бог Сделал В моей Жизни Как И тогда Иисус Совершает Какое-то Служение А молва Разносится Кто-то Прибежал И рассказал Слушай Мне тут Рассказали Мужик В Артемии Там был Слепой Я его знал Там 30 лет Мужик Слепой Постоянно Ходил Пришел Исцеленный А И мы Таким же Образом Можем Слушать Свидетельства О том Как Обещания Бога Исполнились В жизни Того или Другого Человека О, ты знаешь Там Обетование Исцеление Бог там Исцелил Вот это И мы Вау Как здорово А Бог Там вот так Сделал Исполнил Благословил Вот там Финансами Обетование Финансовое Вот так Проявилось И мы Вау Как здорово И вот Такая реакция Может быть На Божье Слово И у нас Говоря о Позиции Реакции Учеников Мы можем Чуть выше Подняться И вот Такую Такое Отношение Иметь К слову Это Мне важно Мне нравится К нему Обращаться Я люблю Слушать А ученики Это уже Те которые Последовали Это те которые Уже Ну Чуть ли не Каждый день Они Слушают Чуть ли не Каждый день Они обращаются К слову Не просто Под давлением Надо Потому что Они оставили Что-то И за ним Последовали Они Оставляют Что-то Быть Какие-то Повседневки И они Идут К тому Чтобы Ну Вникать Слово Размышлять О слове Думать О нем Проводить С ним Время И И это Так же У нас С вами Может быть И вот Такой Уровень Отношения К Иисусу К Божьему Слову Так же Мы видим Что Ну Коли Мы уже Отождествляемся Давай Вместо Язычников Пока вот Эти Вставим Знаете Что интересно Скажем Вау Религия Это же То Что Ненавидела Иисуса Они Противились Иисусу А я Не Я Знаешь Иисуса Люблю И Слово Божье Люблю Но Знаете Я бы Вот так Назвал Фарисеев И книжников Внутри Нас Самих Это Те Твердыни Старые Наши Представления Религиозные Представления Религиозные Старые Шаблоны О том Как Старые Верования Которые В нас Настолько Утвердились Что Мы зачастую Даже И не знаем Откуда Оно Пришло Потому что Фарисеи Книжники Они Больше всего Держались Чего Ну Отеческих Преданий Того Что Им Унаследовалось Прежде Что Они Вычитали К чему Они Привыкли Это Уже Какие-то Твердыни Преданные Сформированные Внутри Них Которые Как Только Проявлялось Ну Вот Иисус Проявлялся В своей Простоте Это Это Порождало В них Конфликт Реакцию Иисус Вдруг В субботу Берет И позволяет Ученикам Колоссия Есть Или Берет И исцеляет Или Кого-то Освобождает У них Это Конфликт Порождает Поэтому Внутри Нас Божье Слово Таким же Вау Восторга Не только Реакции Того Что Божье Слово Может Делать Чудо Мне так Нравится Так Сладостно Вы знаете Что Ожидаете Что Божье Слово Будет Также Вскрывать Ваших Фарисеев Вскрывать Внутри Вас Твердыни И Ваших И Наших И Наших Наших И Наших Продолжает Вскрывать Да Слово Божье Делает Эту Работу И Также Вы знаете Я потом Начал Думать Окей Язычники Это Что Я Язычников Больше Отнес К Тому Потому Что Вот Эта Религия Она С Ними Взаимодействует Фарисеи Книжники Они У Нас Руками Вот Этих Распинают Христа Понимаете Не Вот Это Распинало Христа Это Взяло Руки Римской Империи Руки Язычников И Руками Римма Предала Иисуса На смерть Я подумал Как это Можно Увидеть В отношении Того Что Может Происходить Между Нами И Обетованием Которое Бог Дает Нам А мы Его Принимаем Знаете Вот Язычники Больше Похожи На Обстоятельства Именно Внешние Обстоятельства Которые Вот Как раз Религия Она Использует Для того Чтобы Вот Вот Этими Аргументами Просто Заглушить Божье Слово Убить Божье Слово Да Слово Божье Говорит Ранами Иисуса Мыслены Но Ну знаешь Посмотри На Обстоятельства Вот 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 И Вот Тебе Тут Вот Тебе И Вирусы А Вот Тебе Экономика А Вот Тебе Факты А Вот Тебе Да Но И Вот Эти Все Весь Этот Набор Аргументов Внешних Обстоятельств Наиболее Эффективен В руках Религии Религия Всегда Подтасовывают Вот Свои Твердыни Обязательно Козырями Аргументов Аргументы Аргументы И И у нас Таким же Образом Может Происходить На территории Нашей души На территории Нашего сердца К чему Я хотел бы Чтобы мы С вами Вот Сегодня Пришли К следующей Мысли Первое Во-первых Чтобы мы Увидели С вами Вот Эту Параллель Первое Я верю Что Мы Этого Достигли Вы увидели Эту Тождественность Между Иисусом И Божьим Словом Второе Чтобы вы Увидели Что Такая Же Самая История Та же Самая Реакция Или Реакции Которые Были В то Время На Служение Иисуса Те же Самые Реакции Мы Можем С вами Обнаруживать Внутри Себя Когда Божье Слово Ходит И Совершает Своё Служение Внутри Нас И Получается Цель Иисуса В Его Земном Служении И цель Которая Осуществится Вы знаете Какая Это Занять Позицию Царя И Это Свершилось Это Свершилось Иисус Придёт И Это Будет Уже Безоговорочно Придёт Вознесение Церкви А затем Произойдёт Второе Пришествие Христос Придёт На Эту Землю И уже Не просто Как тот Который Знаете Вот я Пришёл Я Хожу И А за Кого Вы Меня Будете Почитать Я Позволяю Вам Сделать Своё Нет Когда Он Второй Раз Придёт Он Уже Придёт Как Демонстрационный И Утверждающий Утверждающий Вот такая Личность И как Царь Он Уже Богом Возведён В позицию Царя Господь И Царь Но Если Мы Задимся Вопросом А в Время Когда Он Ходил По Этой Земле Его Могли Признать К Нему Могли Вот Такое Отношение Иметь Или Поднять Его На Такой Уровень Отношения К Нему Как К Царю Могли Могли Но Вы Видите Оно Всегда Было Разное Точно Так же Как И В Отношении Божьего Слова И Конкретных Обетований Божьих Обетований Которые Мы С вами Можем Брать В Свою Жизнь Давайте Будем Честными Они У Нас Могут Оставаться В Разном Состоянии Наши Отношения Может Быть К Ним Совершенно На Разном Уровне Точно Так же Как Иисус Тогда Он Мог Ходить И Ну Да Было Интересно Было Бы Хорошо Чтобы Он Пришел Ко Мне Чтобы Он Сделал Чудо Чтобы Он Дал Мне Что-то Но Знаете Как Царь Чтобы Он Мне Говорил Что Мне Делать Чтобы Полностью Стать От Него Зависимым Чтобы Он Был Говорил О Знаете Это Нет Ты Приди И что-то Сделай Иисус А потом Иди Дальше Приди Исцели Вот Здесь Сделай Чудо И Слава Тебе Гос И Иди Дальше Я буду Продолжать Жить По Старому Как бы Я хотел бы Чтобы Ты тут Проявился Но Знаешь Как Чтобы Как Господь Чтобы Ты тут Царствовал А я Полностью Сделал Себя Подвластным Ну Знаешь Это Это Уж Сильно Радикально Это Уж Сильно Радикально Так Вот Святые Мы Способны С вами Мы Способны С вами Сегодня Задавать Эти Вопросы Сами Себе И Позвольте Вот здесь Выделить Важную Мысль О том Что Отношение Которое Мы Имеем К Иисусу Как Слову Божьему Вот Это Отношение Это Мы Принимаем Его Принимаем Решение Какое Отношение Мы Будем К этому Иметь Единственный Человек Единственная Личность Во Вселенной Которая Может Принять Это Решение В Вашей Личной Жизни Это Единственная Личность Сейчас Сидит На вашем Месте Никто Даже Бог Он Не Может Принять Этого Решения Вместо Вас Понимаете Это Мы Сами Определяем Бога В Позицию В какой Позиции Он Будет Он Будет Тот Который Делает Все Так Как Я Хочу Тогда Когда Я Хочу Если Вдруг Он Что Где то Почему Я Вот Тут Просил Я Вот Тут Молился Я Вот Тут Ожидал А Ты Мол Не Сделал Ты Не Исполнил То Что Я Хотел Но Понимаете Это Не Позиция Господства Христа В нашей Жизни Это Больше Мы Господствуем Над Христом Показывая И указывая Ему Что И Когда Он Должен Делать Поэтому Вот Это Решение Бог Ты Будешь Господином Руководит Всем тем Что Есть В вашей Жизни Так Вот Это Решение Мы Можем С вами Принимать Только Сами Это Наше Личное Решение И Видите Что Вот Как Потрясающе Ведет Себя Любовь Любовь Приходит Смотрите Слово Божье И Как В образе Иисуса Хоть Иисус Приходит Буквально Как Бог Во Плоте Хоть Слово Божье К нам Приходит Но Посмотрите Как Оно Ведет Себя Оно Говорит Я Позволяю Тебе Это Только Ты Можешь Определить Своё Отношение Ко Мне Я Готова Служить Тебе Я Готова Вот Я Соглашусь С тем На Каком Уровне Ты Меня Установишь Захочешь Видеть Меня Дворником Я Буду Держаться Вот Этой Позиции Я Буду Только Подметать И Убирать Вот На Вот Этой Территории Которую Позволишь Мне Убирать Позволишь Мне Продвинуться И Стать Для Тебя Врачом Я Стану Врачом А Больше Никуда Меня Не Пустишь Окей И Я Дальше Я Дальше Не Продвинусь Если Ты Захочешь Чтобы Я Ну Только Спас Вот Какого То Человека А Затем Снова Но Скажешь Но Дальше Я Уже Себя Вот Каким Образом И Слово Божье Оно Не Диктаторски Совершает Своё Служение В нашей Жизни Но Вот Здесь И Давайте Вот Попробуем Быть Честными И Сами С собой Знаете В чем В том Что У нас Так Получается Что Временами И мы С вами Можем Принимать Христа Потом Встречать Оппозицию Внутри Нас Спустя Какое-то Время И мы Можем Отрекаться От Божьего Слова Внутри Себя От тех Обетований За которыми Мы прежде Последовали Под давлением Когда ученики Тоже Они под давлением Петр Под давлением Говорит Я не знаю Я не знаю Я отрекаюсь Если вы Честные Вы хоть Когда-нибудь Вы пробовали Последовать За каким-то Божьим Обетованием Вы не Могли Миновать Этот путь Когда приходило Время И давление Приходило На вас Сейчас Извини Просто пример Для того Чтобы нам С вами проще Было это понять Давайте возьмем Такой Наиболее Такой Простой Пример Обетование Об исцелении Кто из вас Вы уже Пробовали Брать Слово Божие О том Что ранами Иисуса Христа Вы исцелены И применять Это в своей жизни Дайте нам Знать В комментариях Кто из вас Вы пробовали Уже Это делать И вы Начинали Провозглашать И вы Читали И вы Размышляли И вам Нравилось И вы были В восторге От этого И вы говорили Господь Спасибо тебе Что ты Меня уже Исцелил И вы Входили В этот процесс Когда вы Принимали Это Слово Божие Это Обетование В свою Жизнь Но затем Приходило Какое-то Давление Пришел Какой-то Диагноз Пришла Какая-то Боль Вот Пришло Вот Это Давление И время Проходит Просто Время Проходит Так же Как Ученики Время Идет Они Хотят Видеть Уже Иисуса На царстве Они Пошли За ним Потому Что Они Хотят Увидеть Что Иисус Уже Воссел Мы его Примем Царем Сейчас Революция Свергаем Сверхъестественно Тут Римскую Империю Они Хотят Уже Видеть Проявление Иисуса Как Царя А он Не Проявляет Себя А он Не Проявляет Себя Как Царя Он Продолжает Ходить Проповедовать А Вот Вдруг А тут Его Еще И Хватают Все Не По Плану И Обстоятельства Кричат Я Что-то Ожидал Что Сейчас Исление Будет Я Жидал Что Вот Так Все Должно Бы Оно Все Не Так Давление Приходит Расходится Понимаете Это Расходилось С их Планами И С Их Ожиданиями Как Часто В нашей С вами Жизни Есть Определенное Ожидание И мы Ожидаем Что Бог Должен Сделать Вот Это Вот Здесь Вот Таким Вот Образом И Чтобы Он Не Опоздал И Если Вдруг Это Происходит Не Так Как Мы Хотим Того То Что Вот Здесь Вот И Вопрос Что Тогда Не Избежать Давления Не Избежать Здесь Давления И Оно Настолько Серьезное Что Петр При Всей Своей Харизматии При Всей Своей Матерости Которую Он Раньше Говорил Я Не Оставлю Христа Значит Я Испобедую Слово Я Говорю Я Стою В Вере Под Давлением Я Не Я Не Я Не Знаю Все Все Я Оставляю Так Вот И У Нас С Вами Таким же Образом Может Происходить Может Происходить У Меня Неоднократно Это Происходило У Нас Это Происходит Потому Что Никто Из Нас Мы Не Можем С Понимаете Мы Не Рождаемся С Вами С Четыре Да С Четвертой Почвой У Нас Везде Необходимо Преображение В Отношении Какого-то Обетования Мы Уже С Вами Добрая Почва И Оно Уже Произвело Какой-то Хороший Результат А Над Каким-то Частями Нас Или В Каких-то Сферах Богу Еще Надо Работать С Нашим Сердцем Богу Еще Надо Знакомить Нас С Нашими Фарисеями С Нашими Твердынями Богу Еще Надо Вскрывать Ну Какие-то Вот Эти Непостоянные Какие-то Всплески То Иду За Христом То Не Иду То Держусь Обетование То Не Держусь Обетование Вы Понимаете Что Вся Борьба Ведется Сегодня Не Просто За Общую Во Христе Как мы С вами Сегодня И сказали Что Давайте Не Просто Поразмышляем О Пасхе В общем О том Что Тогда Было С Иисусом Тогда С Ним Произошло Тогда Он Умер Тогда Он Воскрес Сейчас Он Там На Небе Спустя Время Он Придет Да Нет Давайте Сегодня Сделаем Пасху И Евангелие Полностью Рассмотрим На Вот Этом На Том Что Происходит Между Нами И Иисусом Между Нами И Божьим Словом Сегодня Потому Что Происходит С нами Та же Самая История Евангелия И Удивительно Вот Где Потрясающая Благодать Вот Где Евангелие Смотрите Христос Даже Будучи Отвергнутым Преданным Учениками Он Снова Воскресает Из Мертвых И Приходит К ним Он Приходит К ним И Говорит Ребята Второй Шанс Я Я К вам Снова Прихожу И Вот Здесь Вы Посмотрите Насколько Потрясающий Наш Бог Что Даже Если Мы Вчера С вами Стратили В отношении Нашего Упования Что Мы Ну Не Довели Слово Божье До Позиции Воцарилось В позицию Господь Который Сегодня Полностью Задает Управление Моей Жизнью Даже Если Этого Не Произошло Мы Отреклись И Позволили Обстоятельствам Вот Этим Язычникам Задавить Религии Нашим Старым Мышлением Или Каким-то Стереотипом Взять Аргументы Вот Этих Обстоятельств И Перекрыть Наши Прежние Упования Слово Божье Снова Имеет Силу Оно Снова Сегодня Имеет Силу Представьте Сказать Во Христе Все Обетования В нем Дай Аминь Ты Снова Можешь Взять Любое Обетование Слова Ты Снова Можешь Взять Буквально Евангелие С нуля Аллалюя И Снова Пошел Поднимайте Бог Не обидчивый Бог Не будет Стоять Как тем Ты Меня Раз Бил Вчера Ты Отверг Меня Вчера Ты Снова Ввери Своей Отрекся От Меня Я Обиделся И Ушел Э Народ Такого Нет Такого Нет Мы Снова С вами Можем Обращаться К Слову Божьему есть конечно в послании к евреям там звучат серьезные слова евреям 66 там звучит вот эта фраза о том что есть люди которые я прочитаю потому что мне вот эта фраза помнишь и распинают снова распинают сына божьего и ругаются ему и она мне вот я думаю где это где это где это я я решил ее прочитать и вы послушайте иисус вот здесь говорит невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками святого духа и вкусивших глагола божьего и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием когда они снова распинают в себе сына божьего и ругаются ему и я я вначале я и испугался думаю боже мой так как это может и и и мы понимаешь вот это распинаем обетование божье вот в своем не дошел в вере снова вот стратил снова и и и все и и шо и кранты нам что ли об этом речь нет 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 здесь здесь большая опасность следующем вот эти два слова они очень красиво в шестом стихе они снова ругаются ему вот здесь распинают сына божьего и ругаются ему вот это слово ругаться это уже это звучит как посмешище и выставлять на показ демонстративного позора выставить на показ посмешище так вот я хотел бы вот здесь также мы с вами увидели разницу есть разница петра который под давлением отрекается потом сожалеет и говорит господи прости меня и потом он принимает христа и мы видим что пётр он умирает потом за христа за евангелие говоря о том что он мой господь вы понимаете но вот здесь апостол павел говорит опасность людей которые могут распинать сына божьего распинать слова и выставлять его на посмешище так вот что это за категория и в чем опасность какого-то вот такого отношения к божьему слову и я хотел я думаю вот так я верю вы можете поделиться конечно своими соображениями по этому поводу но вот как я думаю ругаться или насмехаться над божьим словом это больше похоже когда вы вы могли в чем-то потерпеть какой-то негативный опыт или могли схватиться за какой-то старый свой стереотип однажды столкнувшись и не найдя но может быть полного ответа на какое-то обетование вышло услышали в отношении процветания или в отношении исцеления попробовали или сразу же вот оппозиция нет исцеления сейчас нет или она была раньше сейчас его нет или там молитва на языках то было раньше для проповеди евангелия сегодня это все бесы и демоны или как сегодня это вообще популярная популярная тема это десятина десятина это вообще ереси которые проповедники придумали десятина была ветхом завете в новом завете и и и понимаете есть разница вы можете занять позицию ищущего и желающего понять да я не рассмотрел я не пойму у меня есть масса вопросов но не займите позицию к божьему слову над которым вы начинаете уже насмехаться когда вы заняли уже какую-то позицию вы начинаете насмехаться над 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 десятины насмехаться над дарами духа насмехаться над служением исцеления насмехаться вот вот когда это уже переходит в в разряд посмешище вот это опасно потому что в такой позиции слову слово божье уже не не будет вы просто его не пустите на территорию своего же сердца своей жизни где бы она могла что-то сделать а вы помните что когда мы говорим сейчас о слове божьем то мы говорим о том что это воплощение самого христа поэтому то какое отношение мы с вами имеем к этому слову то есть вот это же отношение получается у нас к самому иисусу и и посмотрите вот бог никогда не обидится чтобы снова прийти к нам и и открывать нам ну то чего мы не поняли прежде поэтому лучше занимайте позицию и я не хочу критические занимать позицию я не да может быть и обжегся там на 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 десятине на милости может быть вы имели там милостыни имели негативный опыт в каких-то в деноминациях церквях в отношении но финансов и тому подобное но это не значит что теперь вам надо занять позицию насмешника в отношении тех или иных божьих обетований это опасно это опасно нельзя лучше занимать позицию господь я открыт для твоего слова понимать я свободно могу сегодня ну буквально вот занять такую позицию что я не все знаю мое богословие она я открыт чтобы она менялась я открыт что мое богословие может меняться то как я сегодня смотрю на ну на дары святого духа на на понимание финансовых законов я я держу себя открытым господь я не знаю всего но я открыт для того чтобы ты открывал мне новые и новые грани твоих истин вот это позиция вот это отношение всегда ценно для бога и опять же я повторюсь как бы сегодня вы не проделал в какой-то честный анализ себя и состояние вот этих четырех составных внутри себя четырех отношений базовых отношений к божьему обетованию как бы вы сегодня не обнаружили хоть фарисеи вы вскрыли хоть вы учеников радостных идущих за обетованием в себе определяете или отрекающихся учеников какой бы вы диагноз сегодня не поставили своему вот личностному состоянию отношения к божьему обетованию конкретному осязаемому если вы стоите вере за исцеление что из себя представляет вот это ваше личностное отношение к этому слову он кто сейчас он он кто для вас он главенствующий или вы так иногда вспоминаете об этом у вас есть пожелание чтобы она что-то сделала или вы хотите чтобы она заняла позицию он царь это слово господствует так вот в каком бы вы сейчас не обнаружили себя состоянии все что вам надо делать признали покаялись и продолжайте позволяйте этому слову служить на вашей территории точно так же как иисус зная о всяком состоянии своих учеников хоть он знает же состояние фомы но продолжает ему служить продолжает ему проповедовать с какой целью чтобы там происходили перемены он знает состояние петра но продолжает с ним общаться продолжает ему служить он знает состояние фарисеев и также продолжает позволять им приходить вы понимаете он не закрыл себя он даже на их территорию приходит он в храм приходит неоднократно он открыт для того чтобы продолжать свое служение точно так же точно так же будьте открыты к тому чтобы продолжать общаться с божьим словом продолжайте размышлять над божьими обетованиями снова и снова они говорят слово божье говорит с вами евреям 412 слово божье когда она приходит на территорию вашего сердца всегда знайте она начинает свою работу проникает до разделения души духа составов и мозгов и судит намерение помышления сердечные и нет ничего от него сокрытого она работает она служит как иисус как иисус божье обетование точно так же сегодня духом святым она совершает служение как тогда иисус вместе со святым духом смотрите это иисус помазанный дух святой сошел на иисуса и они совершают свое служение сегодня слово божье вместе со святым духом имеет величайшую силу совершать внутри нас служение что с нашей стороны надо взаимодействие взаимодействие и мы можем меняться божье слово сегодня может нас преображать аминь что мы сегодня с вами смогли увидеть новый ракурс взгляд на иисуса как слова божьего взгляд на иисуса его служение где сегодня на территории нас не в палестине тогда внутри нас каждый день каждый день как он это делает о чем он сегодня проповедуют о чем он с нами говорит он не перестает совершать свое служение и какая бы история у вас с ним не произошла на каком бы вы сейчас этапе не были он всегда милостив он всегда открыт чтобы говорить с нами служить нам он никогда не обидится он никогда не закроется он будет продолжать осуществлять свое служение с целью чтобы войти в главенствующую позицию но возвести божье слово позволив ему сокрушить все религиозные твердыни наши старые стереотипы старые взгляды можем только мы с вами сбросить это старое хламовое правительство нашей старой религиозной но какой-то системы ценности или убеждений это мы с вами можем сделать его царить божье обетование также можем только мы эти преображения иисус может осуществлять только при взаимодействии с нами